Я смотрел на каждого, и, как сказал Денис Владимирович, распирала гордость, что молодежь у нас такая. Раз у нас молодежь, значит у нас все будет хорошо. Сто представителей молодежи Оренбуржья собрались, чтобы принять почетные знаки отличия. Ежегодный областной конкурс «Золотая молодежь Оренбуржья» проводится в регионе с 2009 года по восьми номинациям. Молодые лидеры, молодые ученые-инноваторы, лучшие в профессии, творческая молодежь, молодые спортсмены, молодые предприниматели, служу России, поступок года. Гульмира Раставлетова по образованию учитель математики, но в период пандемии поняла, нужно мыслить шире и развиваться во всех сферах. Так она увлеклась робототехникой, а теперь сама влюбляет дело других ребят на базе Кванториума. Мы собираем, программируем, обучаем, вливаем в новые сферы технологии 21 века, ездим на соревнования также, сами становимся экспертами национальных чемпионатов всероссийского уровня. В рядах молодых спортсменов много девушек, среди них Александра Берест. Хрупкая на вид девушка серебряная чемпионка России по гиревому спорту. Рассказывает, что поддержка от правительства нужна для представителей любой сферы деятельности. Это дает стимул, стимул развиваться дальше, добиваться каких-то своих поставленных целей для любого человека. Ему важно понимать, что эта цена как не только для него, для его близких и так далее, а также и для нашего государства. За наградами приехали со всей области. Ярослав работает в двух молодежных организациях в Бузулуке. Рад, что заслуги не остаются без внимания. Я считаю, что мы занимаемся действительно полезным делом. Мы работаем с детьми, работаем с молодежью. И, как подчеркнул Денис Владимирович, что мы являемся драйверами развития в нашем регионе. Награждаются и те, кто уже много лет в своей профессии. И школьники, которым только предстоит выбрать дальнейший жизненный путь. Но в правительстве области уверены, каждый из присутствующих награды достоин. Виолетта Широкова, Семен Воробьев, Новости дня. Субтитры создавал DimaTorzok